Здравствуйте. Вот сегодня у нас речь пойдет о, ну, может быть, в буквальном смысле чудесах оптики, о всяких атмосферных оптических явлениях. Вообще их очень много, атмосферных оптических явлений, каких только нет. Самое такое вот популярное распространенное явление, которое просится на память, это радуга, да? Ну, ну, пожалуй, самое загадочное, самое загадочное из всех атмосферных явлений. Вот как ни странно, такая простая вещь, как радуга, казалось бы, смоделировать ее нет никаких проблем, да? Достаточно взять шланг водопроводный и в солнечный день пустить фонтан-брызг, пожалуйста, увидите радугу. Кстати, как нужно встать к свету, чтобы увидеть радугу? Не знаете? Нужно встать спиной к солнцу, и вот радуга будет вот перед вами, если вы там, соответственно, устроите распылитель капельки воды. Вот так вот будет. Ну, ладно, это к радуге мы попозже вернемся, потому что я все равно не знаю, как, честно говоря, объяснить это явление. Поэтому расскажу вам о нем в конце. Вот. А есть вот такое очень хорошее, простое явление, Галло называется. Никогда не слышали? Говорят, что лучше всего Галло наблюдать в Антарктиде. Там совершенно фантастически бывает Галло. Был очень известный Галло в 18 веке в Петербурге однажды, там очень много было фигур на небе. Так что такое Галло? Вот так вот оно, интересное такое явление, Галло называется. А это, оказывается, очень простая вещь, если разобраться. Значит, там ситуация такая. В воздухе, кроме кристалликов, кроме, простите, капелек воды, могут быть кристаллики льда. Вот кристаллики льда, в отличие от капелек воды, которые имеют сферическую форму, ну, и, в общем-то, могут иметь какую попало немножко форму, они могут быть деформированы, да. Так вот, кристаллики льда имеют строго определенную форму. Они имеют форму, ну, скажем так, шестигранного карандаша, по большому счету. Вот шестигранный карандаш, который имеет свойство работать как призма оптическая. Знаете, вот такой старинный детский опыт школьный, когда через призму пропускают свет, свет отклоняется в сторону ее широкого основания, этой призмы, и окрашивается, окрашивается при этом. Еще можно делать следующий, так сказать, трюк. Можно пропускать свет через призму, таким образом, чтобы он отражался через шестигранную призму от одной из ее грани. При этом получится, что свет преломился и сначала разложился в одну сторону, а потом в другую, и на выходе свет будет белым. Поэтому под определенными углами на небе, в случае вот этого самого Галло, будет наблюдаться либо фальшивое солнце, вот здесь, например. Вот это вот у нас солнце в центре, в центре, это такое пятно размытое, это солнце. А вот вокруг, на определенном расстоянии, дуга, дуга Галло. Вот это Галло, вот здесь вот белое Галло сфотографировано, отражательное Галло. То есть вот это вот то самое, которое работает за счет отражения от граней шестигранных кристаллов. Значит, под определенным совершенно углом к солнцу, каждый из Галло наблюдается. Это очень хорошая, легко прописанная, значит, картина, легко моделируемая с помощью тех или иных кристалликов льда. Надо просто придумать специфические кристаллики льда, и, пожалуйста, будет, значит, соответствующий Галло. Есть Галло, имеющие, так сказать, форму просто ложного солнца. На определенном расстоянии от солнца имеет место быть, значит, пятно. Либо белое, либо окрашенное пятно. Под разными углами разное. Значит, почему так получается? Вот тут у нас кольцо. Кольцо. Эти вот кристаллики льда были взвешены в этой атмосфере как попало совершенно, да? Как попало под разными углами. И везде, в любом месте, что здесь, что здесь, нашелся кристаллик, который был ориентирован вот так вот, да? Вот он был ориентирован так, чтобы луч света от него вот так аккуратно к нам отражался. Ну, или преломлялся в случае окрашенного Галло, да? Вот так вот, всего-навсего. Вот. А бывает так, что вот аккуратно здесь, на определенном расстоянии, висит второе солнце. Иногда вот там еще третье солнце. А это кристаллики льда очень особенные. Они имеют форму гвоздика. То есть, такой вот карандашик шестигранный. А у него еще такая поверхность сбоку прилип, вот такой кристаллик. Вот. Была такая попытка объяснить одно из загадочных Галло. Оно было на том месте, под тем углом, под которым должно быть Галло окрашенное. Должно такое быть размытое, накрашенное солнце. Оно было аккуратное, круглое и белое. Неокрашенное солнце. И вот так до сих пор они объяснили. Это загадочное Галло, которое наблюдалось в городе Коломна, по-моему, в 80-каком-то году. Сейчас еще не помню. Где-то ближе к концу 80-х годов наблюдалось такое вот окрашенное, неокрашенное Галло на том месте, где должно было наблюдаться вот нормальное окрашенное Галло. Так вот, видимо, такие кристаллики какие-то были. Может быть, пустые внутри. Вы знаете, такой вот скелетный кристалл вырос. Почему такой скелетный кристалл воды вырос, никто не знает. А может, еще почему-то другому. Но оказалось, что этот кристаллик льда получился как бы, может, с кем-то он сросся, слипся. Но таких кристаллов было много. Еще сориентировался в пространстве нужным образом. Таким образом, что получилась оптическая система, исправленная на хроматическую аберрацию. Так вот по науке называется. Хроматическая аберрация – это как раз то самое, что происходит при прохождении света через призму. Значит, преломляется свет и окрашивается. Вот хорошие призменные бинокли, в них незаметны окраски. Замечали? Незаметны. Вот. Почему незаметны? Потому что специально подобраны призмы, они там не через одну призму проходят свет в призменном бинокле, а через несколько. И одна призма его окрашивает, а другая эту окраску компенсирует, другую сторону отклоняет лучи света компенсирует с окраской. Это называется исправление на оптическую аберрацию. Кстати говоря, я вот в свое время, когда был маленький, про Ломоносова читал. И объясняли, какие изобретения открытия сделал Ломоносов. Вот, кстати, в области оптики ему обычно два объекта приписывали. Один объект, это, собственно говоря, факт наблюдения. В момент, когда планета Венера проходила по диску Солнца, он открыл ее атмосферу. Вот, оказывается, при внимательном наблюдении этой планеты, проходившей по диску Солнца, он заметил вокруг нее такое вот, ну, как бы сказать, потемнение. Видимо, говорит, тут свет проходил через ее атмосферу, через атмосферу планеты Венеры. Вот это вот таким образом он открыл атмосферу планеты Венера. Ну, сейчас трудно об этом четко судить, был ли он единственным открывателем. Потому что европейцы там своих людей называют, тоже в тот же самый момент наблюдавших эту атмосферу. Ну, и более того, было ли это действительно наблюдение атмосферы или просто дифракционная картина вокруг этой самой диска планеты, который наблюдался с Земли на фоне яркого светящегося Солнца. И вот второе было изобретение у Ломоносова, про которое детям рассказывали, оно так было в духе 18 века названо, называлось оно ночезрительная труба. Вот я долго не мог понять, что это за штука такая, ночезрительная труба. Ну, смысл такой, что это типа, как по-нашему говоря, прибор ночного видения. В ту пору никакой электронной оптики не было, никаких этих оптических, электронно-оптических преобразователей, само собой, не было. Как же этот Ломоносов создал ночезрительную трубу? Значит, обычно это без комментариев приводилось в книгах, вот какой великий Ломоносов придумал, кроме всего прочего, еще и ночезрительную трубу. Так вот, при внимательном рассмотрении оказалось, что ночезрительная труба это специально сделанная Ломоносовна такая, значит, подзорная труба, в которой очень сильная хроматическая аберрация, очень сильное окрашивание контуров предметов. Вот он смотрит через эту трубу на какой-нибудь предмет и видит не предмет, а вокруг него вот эти вот цветные полосы, вот так, как радугу, окрашенные полосы. И вот, говорит Ломоносов, он такой вот наблюдательный был человек, что оказывается, вот когда при плохом освещении рассматриваешь предметы, вот такие вот окрашенные предметы, по мнению Ломоносова, по крайней мере, оказываются более заметными. То есть, вот эти вот шлейфы, венцы вокруг предметов окрашенные, вот они их в темноте, ну, в принципе, при плохом освещении, скажем так, видно лучше. Ну, вот ночезрительная труба не совсем уж ночная, не совсем уж прибор ночного видения, но все-таки так вот. И, кстати говоря, ночные всякие изделия были очень популярны. Например, однажды я нашел в библиотеке Ленина книжечку такую, значит, в каталоге называлась, она «Ночной прицел». Издана была в году 1915-1914. Тоненькая книжечка такая, я заказал из хранилища. Никто до меня ее не читал. Она была не разрезана. Я вот сам вот в зале разрезал ее, значит, страницы. Вот оказалось, это было такое вот изобретение описано для армии. Значит, ведете вы огонь на позиции, да? А ночью противник, естественно, менее осторожно высовывается из окопов. Значит, приглядели себя к какому-нибудь, значит, месту на позиции противника. Прицелились в него и зафиксировали с помощью несложной, так сказать, какой-то там деревянной рамки, отвесика, грузика, положения, винтовочки. Приходит ночь, значит, враг расслабился, вы в это место навели свою трехлинейку, бац, и на удачу, значит, бабахнули. Глядишь, и попали. Кстати говоря, такой прицел продемонстрирован был, ну, почти такой прицел в фильме Акира Курасава «Сотень воина». Там, если вы его смотрели, такой эпизод при осаде одной крепости, в крепости по вечерам играла флейта. И на позиции противника, значит, тех, кто осаждал крепость, вот в том месте, где играла флейта, поставили кресло, значит, днем засветло, чтобы ночью мог прийти большой человек, князь, послушать эту флейту, которая играла в осаждаемом замке, осаждаемом, так сказать, крепости. И какой-то очень ловкий стрелок из оборонявшихся этой японской крепости прицелил свою аркебузу в это кресло, повесил, значит, отвесик к прикладу и отметил на полу место и длину этого отвесика отметил. Ну, приходит ночь, играет флейта, поставил на отвесик на нужное место и выстрелил. Вот с этого начался, по сути дела, сюжет фильма «Тень воина». Ну, вот я вам про него рассказывать не буду, но тем не менее, вот такие вот находчивые, скажем так, изобретательные люди с помощью геометрической оптики очень много сделали всяких вот таких интересных открытий и изобретений. Надо сказать, что самый главный оптический обман следующий. Вот вы не пробовали никогда смотреть на Москву с высокой точки. Или вообще не обязательно на Москву, на какую-то вот территорию, на площади. С высоты, с крыши высотного дома, например, или с какой-нибудь отдельно стоящей мачты, вышки, горы, все равно, с обрыва. Вот, если бы вы не учили в школе, что земля шар, вам бы показалось, что земля это такая чаша. 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 И внутри этой чаши, как раз ее в центре, на какое-то возвышение, на вышке, находитесь вы и разглядываете внутренность этой чаши. Вот это очень интересный эффект. И сейчас он как-то немножко забыт. Вот, помню свое впечатление, когда первый раз оказался на берегу моря. Был такой ясный-ясный день, мне повезло, был виден горизонт. И вот казалось, что вот от берега моря вода как бы вот куда-то кверху к горизонту поднимается. Так вот, у меня был свежий, незамыленный, как говорится, взгляд. И вот мне сразу это так вот показалось. Вот как будто вот на дне чаши я стою, с водой причем, да, вот на дне вот этой вот чаши. Вот. Вот так вот. На самом деле этот эффект относится к разряду оптических обманов, ну, то есть, собственно говоря, чудес оптики атмосферной. И заключается он в следующем. Дело в том, что плотность воздуха с высотой убывает. В курсе? Убывает плотность воздуха. Соответственно, очень слабо, но меняется коэффициент преломления. Коэффициент преломления воздуха практически равен единице. То есть, скорость света в воздухе и в вакууме почти равны друг другу. Но все-таки в вакууме, значит, скорость света больше. Чуть-чуть больше. Чем менее плотен воздух, тем меньше коэффициент преломления. Кстати говоря, вот такой интересный вопрос. А что такое коэффициент преломления? Ну, в смысле физическом. Откуда он появляется? Откуда он берется? За счет чего возникает преломление? И почему, скажем, очень хорошо преломляется свет? Очень плохо испытывают преломление радиоволны. Они, правда, отражаться умеют. И совсем не испытывают преломления, очень плохо отражаются рентгеновские лучи. И совсем не отражаются и не испытывают преломления гамма-излучения. Хотя все эти названные объекты физические, радиоволны, оптическое излучение, то есть свет рентгеновское, гамма-излучение, все это, суть одно и то же, электромагнитные колебания, как нас учат, да? Все это электромагнитные колебания. То есть решение, колебательное решение уравнений Максвелла, или Максвелла. Почему так? Что происходит? А дело вот в чем. Дело в том, что, вообще-то говоря, коэффициент преломления напрямую связан с диэлектрической проницаемостью среды. Что за вещь такая диэлектрическая проницаемость среды, и откуда она произрастает, ее наличие у диэлектриков, диэлектрических материалов? Дело в том, что диэлектрики, они обладают свойством поляризоваться. То есть попадает, ну вот, молекула воды, классическая молекула диэлектрика. В школе очень любят детям показывать опыт на химии. Значит, берут стакан с дистиллированной водой и пытаются пропустить через него электрический ток. Не тут-то было, вода работает изолятором. Оказывается, чистая вода в действительности является изолятором, поэтому, кстати говоря, в технике активно применяется в качестве изолятора. В некоторых системах, например, в системах, где много очень есть потребность делать большие, большой площади конденсатора, конденсаторы, вот, пластины между конденсаторами заливаются водой. Ну, естественно, очень очищенные, пластины надо чистить, иначе с пластины начнется что-нибудь там растворяться, какая-нибудь грязь в воде, и вода станет проводником. За счет диссоциации молекул этой самой грязи. Ну, это вы, наверное, из курса химии приблизительно представляете, да? Если молекулка какая-нибудь, например, соли, натрий, хлор попадает в воду, натрий, хлор, знаете, такая, да, молекула поваренной соли, натрий, это щелочной металл, который с восторгом отдал свой электрон хлору, а хлор это жадный до электронов элемент, которому не хватает как раз одного элемента, чтобы с наружного оболочка была такая же неприступная, восьмиэлектронная, как и у инертного газа, да? Ну, так вот, вот они вот друг друга так вот обменялись, один отдал электроны, стал положительно заряженным натрий, а другой его взял, стал отрицательно заряженным. И в дело вступают молекулы воды. Молекулка воды имеет форму головы чебурашки, представляете, да? Мордочка и два огромных ушка. Вот эти вот два огромных ушка, это атомы водорода. У них вот эта мордочка, атом кислорода, забрали, забрал электроны. Поэтому мордочка у него отрицательно заряжена, а ушки положительно заряжены. В старых добрых учебниках, по которым я учился, не вдавали в такие чебурашки рассуждения и рисовали молекулку воды как палочку. Палочка, у которой один кончик положительно заряжен, другой отрицательно заряжен, так сказать, диполь своего рода. Но на самом деле это не совсем правильно. Вот на самом деле молекула воды такая вот чебурашка с заряженными ушами, положительно заряженными ушами, отрицательно заряженной мордочкой. И вот эти мордочки начинают притягиваться к положительно заряженным ионам натрия. Они окружают такую вот шубу, ах ты милый натрий. Они вот так окружили. Ушки торчат положительно заряженные снаружи. Также другие чебурашки ушками своими положительно заряженными окружили, прилипли к отрицательно заряженному хлору. Его окружили. И таким образом разделили друг от друга. Получились два независимых друг от друга иона, окруженных гидратными оболочками, которые, значит, могут в электрическом поле перемещаться. И вода становится проводником. Так вот, настоящая вода, чистая вода, без таких вот, значит, диссоциировавших ионов электричество не проводит. Ну, строго говоря, почти совсем не проводит. Потому что вода сама может диссоциировать. Ну, очень мало. Скажем, там одна молекула на 10 миллионов. Вот она вот так вот диссоциирует на два, значит, на два противоположных заряженных фрагмента. Вот. А так, значит, попав в электрическое поле, чебурашки начинают ориентироваться. Ориентироваться они начинают каким образом? Положительный, положительно заряженные ушки поднимаются у них в ту сторону, где находится отрицательный электрод, то есть катод. А отрицательно заряженные, так сказать, тяжелые подбородки этих чебурашек ориентированы в сторону положительно заряженного электрода. Аннода, как его называют. Вот так вот получается. Так, значит, что это такое электрическое поле? Помните, вот катод, анод, а между ними силовые линии электрического поля. Это что такое? Это вот какое место помести, значит, скажем, как говорят, пробный заряд, вот туда будет его, значит, тянуть положительный пробный заряд, значит, по линиям этого поля, которые начинаются на положительном катоде, кончаются на отрицательном. На положительном электроде, аноде, и кончаются на отрицательном электроде, катоде, да? Вот так вот. Вот. Ну так вот, когда падает электромагнитная волна, вот на такую вот диэлектрическую среду, в электромагнитной волне колеблется без зазрения совести вектор. Вектор электрического поля, и магнитного, кстати, тоже. Значит, вот он колеблется, все молекулки ориентируются в эту сторону. Ушками куда? Значит, ушками их, значит, вот вниз, а мордочкой вверх. Значит, прошла эта фаза, у вектора, значит, так вот как бы уменьшился, стал расти в другую сторону. Ушки, значит, начинают ориентироваться в другую сторону у молекулок. Вот так, у этих молекулок. Значит, ну, такого рода хорошо ориентирующиеся молекулы есть и в твердых телах, в разного рода диэлектрику. Всякая изоляция, вот все наши провода покрыты изоляцией, вся эта изоляция называется диэлектрической, и в ней так или иначе присутствует вот эта вот способность молекул ориентироваться. Значит, чтобы у вас не было, так сказать, одностороннего восприятия этого вопроса, я вам вот как объясню. Значит, молекулки воды, вот в жидкости, да действительно они кувыркаются, как хотят. Вот представьте себе теперь длинную молекулу полимера, из которой изготовлена изоляция какого-нибудь кабеля нашего, да? Изоляция кабеля делается из полимерных материалов. И вот эта молекула такая длинная, вот эта вот С, 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 углерод, 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 значит, водородики. К этой молекуле прикреплены всякие, называется это, радикалы, да? Вот эти всякие радикалы, то есть кусочки фрагмента там типа CH3, что-то в этом роде, или какие-нибудь боли, заряженные там, серые, еще с чем-нибудь. И вот эта вот длинная, так сказать, кишочка под действием электрического поля может начинать изгибаться, то в одну сторону, то в другую сторону, вот так вот и изгибать. Вот эта вот поляризуемость, ее все-таки меняется, да? Это незаметно для нас в смысле изменения размеров диэлектрика. Хотя в некоторых случаях есть такие диэлектрики, которые реагируют на самом деле на приложенное электрическое поле изменением своих размеров, да? Замечательные вещества, из них можно изготавливать очень маленькие миниатюрные громкоговорители, которые будут вот просто посылать нам, ну, на самом деле ультразвуковые волны, обычно как генератор ультразвуковых волн это используется, вот, значит, менять размеры. Это называется электроэлектрострикция, такой эффект. Вот, изменение размеров тела под действием, значит, меняющегося электрического поля. Ну, так вот, ну, вот представьте себе, одно дело, вы меняете поле медленно. Все чебурашки успевают повернуться ушками в нужную сторону. Все вот эти вот змейки, молекул успевают в нужную сторону изогнуться. Меняется поле в другую сторону, они опять успевают изогнуться. Теперь давайте повышать эту частоту. Повышаем, 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 повышаем. И, значит, происходит следующее, что, начиная с некоторого момента, вот эта вот восприимчивость к перемене направления начинает меняться. Хорошо меняет то, что быстро успевает поворачиваться молекулка для низкочастотных колебаний, да, для высокочастотных колебаний, то есть, когда частота быстро меняется, быстрее, чем при низкочастотных, уже эта чебурашка головой не успевает крутить в нужную сторону. Приходится переворачивать за каждый раз чебурашки. Не успевает она крутить, не успевает, она запаздывает, это кручение. Восприимчивость становится меньше, поляризуемость. То есть, поляризуемость зависит от частоты, и, соответственно, от частоты же зависит и коэффициент преломления, напрямую связанный вот с этим вот явлением. Вообще-то говоря, вот теоретики говорят так, вот этот вот коэффициент преломления, это корень квадратный из произведения относительно диэлектрической и относительно магнитной проницаемости. Дело в том, что на самом деле ведь электрическая, электромагнитная волна имеет и магнитную составляющую, перпендикулярную и колеблющуюся, но, как правило, вот так, как правило, большинство диэлектриков прозрачных заметных магнитными свойствами не обладает. То есть, их вот эта относительная магнитная проницаемость буковкой «мю» греческой обычно обозначает. Помните, в школе такое было? Оно очень маленькое. Есть всякие исключительные явления, но, как правило, это вот так развивается. Ну, вот я все это длинное лирическое отступление от чудес оптики произнес с единственной целью, чтобы вы поняли, что в зависимости от частоты электромагнитного излучения, то есть, что это радиоволна, оптическое излучение, рентгеновское излучение или гамма-излучение, меняется восприимчивость среды к этой вот переполяризации ее. Постоянно изменяется. Там, где коэффициент преломления меньше, вот, скажем так, наверху, там, где воздуха мало, да, там, значит, среда-то поляризуется ничуть не хуже, каждый отдельный атом ничуть не хуже, чем около Земли, но их там очень мало, да, там коэффициент преломления меньше, около Земли коэффициент преломления больше. Получаются разные оптические обманы, вот, из-за этого. О них чуть попозже поговорим. Значит, коэффициент преломления зависит от частоты, поэтому окрашивается свет, прошедший через клин, да, то есть, через, так сказать, призму, что называется, он окрашивается. А вот радиоволна, к ней восприимчивость одинаковая у любого, значит, диапазона волн. Ну, значит, это такие низкочастотные электрические колебания, ну, относительно оптического излучения, что вот эти все чебурашки успевают в нужную сторону перестраиваться всегда хором, и дисперсии, то есть, разброса коэффициентов преломления практически нет. Ну, и более того, он очень слабенький, коэффициент преломления у радиоволны, то есть, практически отсутствует, практически равен единице этот коэффициент преломления не преломляется. А когда речь что-то в очень высокочастотных колебаниях, то просто не успевают перегруппироваться эти чебурашки в нужную сторону. И теперь еще один момент. Еще один момент, связанный с длинными волн. С длинными волн оптического излучения и, значит, радио- и гамма-излучения. Если длина волны оптического излучения какая? Порядка одного микрона. 0,3-1 микрон. Микрон — это миллионная доля метра или тысячная доля миллиметра. Вот в этой тысячной доле миллиметра помещается очень много атомов, да? Для атомов характерное расстояние друг от друга, значит, гораздо меньше. Это называется ангстрем. 10 минус десятый метр, да? Вот такой вот единица ангстрем. Вот. То есть, там много есть вещей. То есть, есть на чем преломляться, есть кого поляризовать вот на этом вот участке, да? Тут мы сразу сталкиваемся с такой проблемой дуализм, то есть, двоякость излучения, как волна и частица. Если речь идет о радиоволне, то радиоволна вообще большая. Это метр, сантиметр, ну и миллиметр, и километровые есть волны. То есть, на этом расстоянии очень уж много молекул. Кстати, среда получается достаточно разнородная, когда речь идет о километровых волнах на таких вот расстояниях, кстати. И тут совсем, значит, другое уже. Ну, все хорошо, все чисто, все нормально, все будут поляризоваться. А вот когда речь идет об гамма-рентгеновском излучении, их длины волн очень маленькие. Длины волн начинают быть сравнимыми с размерами атомов. То есть, длины волн рентгеновских гамма уже начинают... Тангстремы и там какие-то другие чудовищно маленькие величины. Сравнимые с размером ядра, например, атомного. То есть, тут уже электромагнитное поле не воспринимается как поле, которое что-то может поляризовать. Это как какие-то такие вот уже частицы. Уж это точно уж частичцы, кванты. Кванты, которые, значит, квант так называют частицы, вот это света квант. Вот так уж повелось, да? Вот эти вот частички, как шарики упругие, которые ударяются, отражаются. И если уж тут есть какие-то опыты по отражению рентгеновского излучения, то это речь идет об отражении от очень четко отполированных металлических поверхностей. Там, значит, как-то он просто ударяется об ряд, причем очень гладко от полированных, обнаруженный ряд атомов, он ударяется и отражается. Или хорошо еще вырастет большой монокристалл такого-нибудь. Ну, например, соли, натрий-хлор. Вот на так вот большой монокристалл соли, кристаллические поверхности, вот там ряд к ряду атомы расположены. Вот этих вот рядов атомов от кристаллических плоскостей тоже могут отражаться рентгеновское излучение. Тоже можно получать вот дифракцию рентгеновских лучей на таких кристаллах наблюдать можно, да? Вот с дифракцией гамма-излучения на кристаллических плоскостях туговато. Там, значит, не те совсем длинные волн излучающихся. Вот какая штука получается. Так, и вот, по-моему, у нас сейчас есть картиночка, которая позволяет нам говорить о радуге. Вот дошел момент, когда хочется мне рассказать вам о таком вот чуде, как радуга. Первым человеком, который попытался объяснить миру, что такое радуга, был Рене Декарт. Вообще, Рене Декарт – это один из основателей современного подхода к науке. Современный подход к науке называется, ну, по-старинному, правда, называется натуральная философия. Заключается он в следующем, что строится некая модель явления, и на основе этой модели явления формулируются вот, значит, какие-то предсказания и так далее. И вот надо же такому поучиться. В общем-то, отец-основатель современного метода познания, натуральной философии, да, попал в очень тяжелую ситуацию. Значит, как он предлагал это объяснить? Он говорит, очень просто. Это, говорит, шарики воды. В шариках воды происходит преломление света. Свет окрашивается при преломлении. И вот поэтому мы и видим, значит, вот эту вот радугу, дугу. И не учел он одного, что, оказывается, радуга, ну, вот как он так объясняет, должна была бы наблюдаться четко в определенном месте небосвона. Раз. Четко должна была бы наблюдаться в прошедшем свете, а не в отраженном, да? У нас же она наблюдается аккуратно в отраженном свете. Вот, посмотрите, тут такая картинка, объясняющая явление. Это вот мохнатое чудовище, это Солнце. Радугу, оно шлет нам лучик света. Лучик света падает вот на область, заполненную капельками воды. То ли тут фонтан работает, то ли дождик прошел. А вот тут вот глаз любопытного наблюдателя видит, что видит под углом 42 градуса некую дугу. Вот. Вот тут вот так вот дуга. Представили, да? Вот если смотреть отсюда, будет видна дуга. Ну, дугу, что вы не видали радугу, что ли? Видели радугу. Так вот, очень часто почти все видели двойную радугу. Радугу под несколькими углами. 42 градуса и там еще 50 с чем-то градусов. Некоторые удосужились увидеть две радуги, так вот нанизанные на одно направление. Вот так вот бывало. Самое интересное, что, как ни крути, цвет должен быть у радуги, казалось бы, по теории, вот так вот, чтобы все было хорошо, определенным совершенно. То есть, скажем так, внутренняя часть, допустим, красная, наружная, голубая. Так вот, оказывается, бывает по-разному. Бывает внутренняя часть красная, наружная, голубая, а бывает наоборот. Вот поди что. То есть, радуга ведет себя так, как хочет. И вот до сих пор явление радуги остается необъяснимой загадкой науки. Я не шучу. Можно открыть любую книгу, любой учебник по авиационной метеорологии. Есть такое, значит, направление. Там очень важно, что летчик видит из кабины самолета. Вот это очень важно. Какие оптические обманы он может наблюдать там и так далее. И, в частности, в любом учебнике написано, что явление радуги до сих пор теоретически не объяснено, потому что оно не может быть описано проломлением цвета в капельках воды. Были две серьезных попытки объяснить это дело. Значит, одна была предпринята в первой четверти XIX века. Позже объяснялись. И, в общем, формально отрапортовали. Ну, мы поняли, почему это. Объяснить не можем, но поняли, почему. Смысл такой, что вот она, сеточка дождя, много-много капель. Да? Причем, простите, капли хаотически распределены. Имейте в виду. Не так, как, например, зарядь, как атомы в кристалле, да, не кристаллическими плоскостями. Вот совершенно хаотическая такая сетка дождя, капли как попало летят, да? Вот. И вот на этой сеточке капель строится некая интерферационная картина, да? Вот, дескать, это интерференция света, отраженного очень большим количеством капель. Вот такая вот идея, грубо говоря. Объясняя, попытка объяснить радугу. Ну, количественно, ее, однако, не объяснили. Вот высказана гипотеза. Практически я вам почти всю целиком ее донес до вас. Никакой вот практической ценности, то, что объяснить, при каких условиях какая радуга возникает, ну, вот, к сожалению, я, например, не знаю, как это сделать. Если с голов, все это просто и понятно, это система кристалликов, так или иначе расположенных в воздухе, при наличии, скажем, восходящих потоков или, так сказать, нисходящих, кристаллики могут быть определенным образом сориентированы, поэтому возникают не дуги, а пятна, то есть искусственное солнце. Фальшивое солнце, простите, да, вот в хорошем, ярком летнем, да, в Антарктиде летом солнце светит. В летнем, вот это вот таком морозном, сухом воздухе антарктическом, значит, вот очень часто наблюдает самое разнообразное галло в виде крестов вокруг солнца, там, дуги, сразу бывает много дуг наблюдается. Вот такие вот красивые явления, любят их описывать в учебниках метеорологии. Такие красивые, четкие явления. Ну вот, а когда неравномерно распределена плотность воздуха в атмосфере, температура, коэффициент преломления еще меняется, или температурная неравномерность, то лучи свет в атмосфере начинают по-всякому загибаться. Только вверх, только внизу. Вот если вы едете в машине, даже не обязательно, хотел сказать, в жаркий летний день, даже не обязательно, просто, ну, в солнечный достаточный день, когда асфальт, свободный ото льда, пригрет, да, и над ним появляется вот этот вот градиент температуры, градиент плотности, и кажется, что прямо на асфальте такое вот, как бы, пятно чего-то жидкого, хорошо отражающего, да, замечаю, в нем отражаются машины идущие. На самом деле нет там никакого расплавленного асфальта на этой, значит, поверхности. Просто вот когда вы, низко особенно, если сидите рядом с водителем или в водительском кресле, то луч света, отражаясь от поверхности, значит, асфальта, вот дает изображение. Вот такой вот, тут вот картинка такого оптического обмана дана. Вот, пожалуйста. Вот такой вот оптический обман, когда мы вот так вот наблюдаем. Можно по-другому дело поставить. Вот, когда распределена иначе температура, а температура с высотой, значит, растет, например, да, тогда нам кажется, что мы где-то в небе видим плывущий корабль, я не знаю, пальмы где-то там из-за горизонта мы увидели. Видите, мы же из-за горизонта видим, да, вот пальмы. Вот обычно такая вот ситуация как раз при, скажем так, поверхностном слое Земли существует. Поэтому нам Земля-то и кажется вогнутой, да, вот ни шар, ни плоскость, на самом деле, Земля такая вот сферическая, да, такая вот вогнутая, да, вот, как будто мы находимся внутри, внутри, так сказать, чаши. На более дальних расстояниях мешает уже наблюдать такого рода эффекты дымка. Но вот однажды было чудо. Это было в год и в день битвы при Ватерлоо в одном европейском местечке в небе видели какую-то гигантскую битву. Ну, вот эта битва при Ватерлоо, где-то тут установился такой вот как бы оптический волновод, световод, такой вот как градиент температуры упал. Так вот, легла так карта, короче говоря, что в одном городе видели издалека битву при Ватерлоо. А вот такой был вот печальный случай, с одной стороны. А с другой стороны, кому-то повезло, поглядели битву издалека и посочувствовали слегка. Вот что вышло с битвы при Ватерлоо. Так, ну ладно, это все, конечно, чудесно и хорошо. Однако, давайте вот о чем порассуждаем. За счет изменения коэффициента преломления в среде, да, как видите, можно наблюдать какие-то вот такие вот оптические обманы, эффекты. Плывущие по небу парусники, так и бывает такое, кажется. Особенно раньше так часто бывало, потому что парусников было много, сейчас-то их нет. Днем с огнем не сыщешь. И вот этот вот эффект, когда коэффициент преломления неоднороден по, скажем так, сечению оптической среды. Ничего я сказал? Поняли меня, да? Вот сечение оптической среды, вот между вами, между мной, простите, камерой, и между вами телевизором находится воздух, оптическая среда. Если бы эта оптическая среда была бы неоднородна, ну, как знаете, бывает, смотришь через стекло на окружающий мир, а стекло плохое, неоднородное. И вот так все вот так вот изгибается, преломляется, да? Значит, вытягиваются лица, там, такие всякие штуки происходят. Так вот, оказывается, если сделать среду неоднородной, то можно добиться того, что в ней будет лучик света двигаться, изгибаясь потихонечку в этой вот среде. Это называется штучка оптический, волоконный оптический световод. Самый простой волоконный оптический световод, ну, даже его нельзя назвать волоконным, просто световод, это струя жидкости. Если пустить по струе жидкости, хорошую струю жидкости, скажем, из какого-нибудь чайника, так кофейника, льет струя жидкости, вот по ней может идти цвет, преломляясь от ее внешней поверхности этой самой струи жидкости, да? Цветовод называется. Другой пример световода, длинная труба изнутри покрыта отражающим покрытием, да? Вот это по такой длинной трубе, например, звук хорошо бежит, да? Вот так крикнул, а-а-а, и вот он так, пук-пук-пук, скачет по трубе, отражается. Это волновод называется, такого рода труба. Так вот, такого рода труба, но заполненная внутри оптической средой, будет работать как световод. Об этом разговор у нас как-то должен запланирован на другой раз, но тем не менее, вот не могу не сообщить вам о том, что, по сути дела, такой вот, как на нашей картинке был неоднородный коэффициент преломления, позволяет луч света пускать не по прямых, вот так вот, не из куски вот таких вот прямых линий отраженных, а по некой вот извивающейся, ни разу не отражающейся от линии разделения сред траектории. Луч света тогда получается кривым, изогнутым, кривым луч света. Вот по таким вот кривым траекториям свет идет в волоконно-оптических световодах, по которым передается информация вот к нашим компьютерам, телефонные разговоры на большие расстояния передаются по кабельным сетям. Ну, такое замечательное, значит, дело существует, основанное на, ну, вот, на фактически такого рода явления, в принципе, похожем на оптические обманы. Вот так вот. Ну, надо сказать, что, вообще-то говоря, публика на оптический обман очень падка, да, любили их всегда показывать. Я вот помню, был такое, значит, два факта, я вам просто их расскажу, а выводы вы делаете сами. В советское время в Казанском соборе Петербурга. Это тот самый собор, который находится на Невском проспекте, и, значит, перед ним стоят два памятника Барклайда Толли и Кутузова. И там же был погребен Кутузов в свое время. Так вот, в этом соборе был музей религии и антирелигиозной пропаганды. Ну, вот, собственно, был антирелигиозный музей. И вот я сам читал, помню, рассказывали следующее. Оказывается, во время Первой мировой войны, вот в самом начале, когда тут набирали новобранцев, отправляли на войну, оказывается, вот так вот стоявшие в ряд новобранцы, православные воины, видели в небе разные знамения. То крест, то распятие, то икону Казанской Божьей Матери, например, да? И там же было объяснение. Эти все картины с помощью проекционного фонаря на облака проецировали летчики, которые специально запускали. Вот есть у нас такие вот сведения на эту тему. Документов там никаких на эту тему не приводилось, но вот так вот факт. Проходит время, это уже где-то годы 80-е, как бы не 90-е. Рассказывают о тайных разработках американских, идеологических разработках. Вот, говорит, хорошо бы, говорит, нашим соперникам в Сомали, а в Сомали, так сказать, против американцев в ту пору воевали такие убежденные мусульмане, вот бы им хорошо было бы на небе, на облаках спроецировать что-нибудь. Аллаха показать, да? Или кого-нибудь из мусульманских, так сказать, авторитетных святых, пророка Мухаммеда, да? Пророка Али, там, или кого-нибудь еще из них, да? Вот бы хорошо было сделать. Они бы так удивились бы, а мы бы тут их и перестреляли бы всех. Вот. Но оказалось, поэтому, наверное, это и проникло в открытую печать, что технические возможности человечества не позволяют, это 80-е, 90-е годы 20-го века, осуществить такой оптический, вот, так сказать, трюк, спроецировать на облака картину. А вот в начале войны, в 14-м году, в царской отстелой России, значит, такие возможности были, что с этих бумажных аэропланчиков, простите, тряпочных, да, летчики с проекционного фонаря показывали иконы на облака. Вот, простите, кому же верить? Я не могу не верить Советскому музею, он указывал на факты о том, что, значит, солдаты видели на небе иконы. И не могу не верить в научные печати, которые говорят, что это невозможно технически даже сейчас. Благодарю вас за внимание. Жду вас в следующий раз. Всех благ, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok